Итак, мы возвращаемся к первому посланию фессалкийцам. Мы говорим о второй главе. Я хочу напомнить... Оставь, пожалуйста, кто-то у нас на партпоинт нашу прежнюю сессию. Мы ее закончим сначала, а потом тогда... Вот это, да, спасибо большое. Мы тогда перейдем к следующему. Я еще раз хочу напомнить о том, что мы говорим сегодня о том, каким образом христианин может оказывать влияние на других людей. Это касается не только церковного лидерства, это касается не только служителей, которые находятся в управлении. Это касается всех людей, это касается каждого из нас, и каждый из нас имеет какое-то влияние на других. Мы оказываем это влияние, мы хотим оказывать это влияние. Это то, что нужно. Мы должны это делать в Божьем плане. Это очень важная часть для каждого из нас. И мы говорим сейчас об основании. Это самые основы, то, на чем стоит влияние, на чем стоит духовное лидерство или духовное... эффективное взаимодействие с духовным миром. Я еще раз напомню одну очень важную деталь. Я хочу сделать особый акцент или подчеркнуть слово «духовное». То есть мы говорим не просто об организации, мы говорим не просто о том, как добиться результатов человеческими методами, человеческими инструментами. Мы говорим о реальных переменах в духовном мире. То есть, когда мы имеем дело с человеческой душой, единственное, что имеет смысл, это когда эта душа, она переживет на себе или будет переживать реальные действия Божьего Духа, который, во-первых, спасет ее из мертвых, дав ей возрождение и новую жизнь, и, во-вторых, которая будет делать этого человека больше похожим на Иисуса Христа, наполнять его Христом. Вот в этом смысл духовного влияния. Не в каких-то трикс, не в каких-то вещах, которых мы можем научить, воспитать, мы можем организовать, мы можем выстроить. Вот. Чаще всего, к сожалению, именно к этому сводятся наши усилия. Будь то это усилия по воспитанию детей, в вашем доме, будь это усилия нашего влияния на кого-то, кто нас окружает, будь это усилия в церковном руководстве или, может быть, руководство какими-то движениями духовными и так далее. Так вот, для того, чтобы это было, для того, чтобы это было возможным, опять-таки, я исследую это, изучая это, я говорю о явлении, которое невозможно. Вот вчера у тебя не было этого, а сегодня есть. Это школа, это то, чему все мы учимся, это то, чему я продолжаю учиться. Каждый день, каждую неделю я открываю эти тексты, и они меня, прежде всего, обличают, они мое сердце ободряют и направляют, корректируют. Это то, что нам нужно. Итак, самое первое, мы говорили, что основанием духовного влияния является личное знание Бога. То есть, наше влияние всегда прямо пропорционально тому, насколько мы знаем Бога и осознаем Его присутствие, Его реальное действие в мире, в котором мы живем. Вот, больше влиять мы не можем, если наше знание Бога очень маленькое, то наше духовное влияние никогда не прыгнет выше этого. Мы можем преуспеть в каких-то, как я уже сказал, организационных, в каких-то методологиях, в каких-то, может быть, личностных качествах, когда мы просто можем закрутить большое дело, можем расшевелить большую группу людей. Мы можем это сделать, но это будет человеческое руководство, это будет человеческое влияние. Духовное начинается с того, что я знаю, что Бог реален, и я понимаю, что только Божие действие имеет смысл. Второе, о чем мы говорили. Духовное влияние всегда мотивировано Евангелие. Всегда движимо, когда сердце человека продолжает переживать Евангелие как нечто ценное, как нечто наиболее ценное, что только существует во Вселенной, и этот человек на данном этапе ощущает это. Я хочу немножко еще остановиться на этом вопросе, очень уж он важный. Посмотрите послание к филиппийцам еще раз. Я уже цитировал эти слова. Третья глава, где апостол Павел говорит о себе. Это седьмого стиха. Он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел счетою. Вот здесь он говорит о своей первой встрече со Христом. Я уже говорил, что у него была карьера, у него были определенные ценности, у него были огромные преимущества перед другими людьми. Он был, в общем, на высоте человеческой славы. И наступил момент, когда он ради Христа от всего этого отказался, потому что он увидел славу Христа настолько превосходящей все то, что у него было, что все свое он подчел. Читой – это слишком мягкое слово. Возможно, вы слышали объяснение этого слова, что это совершенно негодное что-то грязное, то, что вызывает отвращение. Но это не все. Посмотрите восьмой стих. Look in your Bible. Посмотрите восьмой стих. В восьмом стихе он говорит «Да и все почитаю четою». Вот если в седьмом стихе он говорил о том, что произошло по дороге в Дамаск в прошлом, то в восьмом стихе он говорит о том, что продолжается сейчас. Послание к филиппийцам написано после того, когда апостол уже десятки лет провел в служении, он уже состоялся как основной лидер евангелизации языческого мира. Он был признанным человеком. И несмотря на все его духовные достижения, он продолжает говорить. Опять-таки, он неспроста ставит в седьмом стихе глагол в прошедшем времени, а в восьмом стихе в настоящем времени. Он говорит о том, что продолжается для него. То есть, он продолжает каждый день все почитать четою. То есть, это сознательное действие, когда он ищет Христа, просто понимая, что то, что привлекает его внимание сегодня, в сравнении с Иисусом Христом, абсолютно ничего не значит. Почему это важно, друзья? Потому что, как я уже сейчас в конце прошлой сессии рассказывал об истории пилигримов здесь, в Америке, о том, что произошло с американским экспериментом построить общество на библейских ценностях, вот, то же самое происходит в жизни каждого из нас. Мы находимся в постоянном искушении видеть славу чего-то человеческого более значимой, чем Евангелие. Мы не отвергаем Евангелие, мы ценим его, мы можем о нем проповедовать, мы можем говорить о нем, как о чем-то, мы можем это детям говорить, мы можем доносить это до детей и убеждать их в этом, но только сами мы перестали, сердце перестало гореть, когда ты думаешь о славе Христа. И, на мой взгляд, анализируя то, что происходит в христианском мире, мне кажется, это основная тактика дьявола сейчас. В наше время у нас столько много славы, я имею в виду, столько много хороших вещей вокруг, и хороших, я имею в виду, негреховных, очень много прекрасных форм досуга, очень много всего, что можно посмотреть, всяких человеческих достижений, путешествия. Если у людей нет денег путешествовать, они могут в Ютубе смотреть, как люди путешествуют по всему миру и этим восхищаться, и это может вызывать интерес. И сегодня у нас миллионы options. И вот здесь дьявольская тактика. Дьявол покажет это все только для того, чтобы ты меньше восхищался Христом. Только для того, чтобы Евангелие перестало быть главной мотивацией, которая тебя движет. И если это произойдет, то тогда духовного влияния от тебя не будет. Может быть, интеллектуальное влияние, ты можешь говорить убедительно. Может быть, организационное влияние, ты можешь организовать, закрутить какое-то дело. Может быть, влияние, которое ты оказываешь через кого-то, систему какую-то изобрел. Но все это человеческое влияние, которое может быть значимым, оно может даже быть видимым очень сильно. Но если не происходит реальных перемен в душах людей, духовного влияния не происходит. И вот за это происходит борьба. Окей, это второй пункт. Давайте посмотрим на третий. Готовность к страданиям. Давайте еще раз вернемся 1 Фессалонкийцам, 2 глава. С 1 стиха еще раз прочитаем. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вот это очень важное слово «с великим подвигом». По-русски это слово «подвиг», оно исходит из идеи того, что действие требует какого-то героического усилия. Если вы посмотрите в английских вариантах, то там будет, скорее всего, «with great opposition», то есть им противостояли, кто-то противостоял им. Мы помним, кто противостоял. Именно по этой причине апостолу пришлось убежать из этого города, его вывели оттуда верующие для того, чтобы его там не арестовали, потому что реально была угроза. Но речь идет об одной очень важной истине. Друзья, как только наше служение, наше влияние, наше руководство will really make spiritual difference или make a difference in spiritual world. Как только наше служение в действительности будет оказывать духовное влияние, вторгаться в духовную сферу, оно обязательно, обязательно встретится с сопротивлением. Обязательно. Почему? Потому что мы живем в духовном мире, и дьявол, он реальный враг, который реально воюет, который не просто так сидит, и когда уже там кто-то слишком явно проявляется, он будет как-то атаковать. А он, написано, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть, духовное сопротивление всегда будет, как только служение, как только ваше влияние имеет какую-то значимость, реальную значимость. Она обязательно будет вызывать духовное сопротивление. Это сопротивление в разных формах выражается, в самых разных формах, но оно всегда приводит к страданиям. Всегда. Вот в ситуации в Фессалониках, апостол Павел в Фессалониках, в этой ситуации это сопротивление было выражено через гонение, которое исходило от иудеев. Иудеи, мы уже рассказывали, в первой сессии, которые там жили, по Божьему проведению, они там оказались, но они в данной ситуации противились, не хотели воспринимать, и поэтому они были готовы гнать, бить, убивать. Это вот реально, Павел шел, и он знал, что он вторгается в такую территорию, где он с этим столкнулся. То есть, наше духовное влияние, если вы хотите духовно влиять, this is what you will get. That's for sure. Это то, что любой человек, который оказывает духовное влияние, он другого варианта просто нет. Ты просто вторгаешься на вражескую территорию, и ты будешь вызывать огонь на себя. Это сто процентов. Но это сопротивление не единственное. Это форма сопротивления не единственная. Если вы помните, Павел был в Ефесии, и помните, с какой стороны там было сопротивление? Там было сопротивление отремесленников, которые занимались бизнесом, и когда влияние апостола Павла стало значительным, они поняли, что они теряют бизнес, и поэтому они восстали против апостола Павла, и они притащили его на судилище, и они были готовы делать, в принципе, то же самое, для того, чтобы прекратить это влияние. Это еще одна форма. В одном случае это идеологическая, религиозная позиция, во втором случае это финансовое, экономическое сопротивление. Но источник и одной, и другой тот же самый, и цель и одной, и другой та же самая. Есть другие варианты. Вспомните, тот же апостол Павел пишет во втором послании к Оримфинам, когда он описывает свою жизнь, свое служение, и он говорит о том, что дано было ему жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Дальше он говорит, что я просил три раза, чтобы Господь меня избавил. Есть разные мнения. Некоторые люди говорят о том, что это болезнь физическая. Некоторые люди считают, что это в действительности какие-то противники, которые везде, если вы почитаете, вот практически в любом послании Павел пишет, и в любой ситуации во всех этих церквях был кто-то, кто противился Павлу с доктринальной, с идеологической стороны. А в послании к филиппийцам, в первой главе, помните, он не успел сесть в тюрьму, как уже появились люди, которые, помните, что делают? Он говорит, люди проповедуют Христа, думая увеличить тяжесть у своих. Вот все это духовные люди, духовная братья. Разные формы, и дьявол очень искусный, и он использует самые разные методики для того, чтобы создать условия, в которых он бы заставил нас прекратить духовное влияние. Допустим, если мы возьмем апостола Павла, болезнь, если мы допустим, что это была болезнь, это существенный ограничитель. Я после прошлого марта, после того, как переболел коронавирусом, больше года, я раньше функционировал в таком режиме, я проповедую два собрания, у нас два собрания было, потом после этого мы идем, с женой кого-то посещаем, или к нам кого-то приглашаем, и после этого вечернее собрание. Ну, устал, после всего этого немножко, ну, that's okay. После того, как переболел короной, я одно собрание с трудом проповедовал. Вот отпроповедовал, и все, и ты еле живой ползешь домой. Вот когда посмотришь на этот весь процесс, то не иначе, как это целенаправленное действие, которое ограничивает меня, ограничивает то, что я мог бы делать. То есть это, возможно, болезнь была, как у апостола Павла. Правда, Бог дал милость полтора месяца назад. Не буду говорить, чем я вылечился. Ну, короче, последние полтора месяца я вернулся в прежний режим. Я могу сейчас вот, вот четыре сессии на сегодня запланировано, и that's okay. Это нормально. Просто Бог дает где-то какой-то период, и потом дает, возвращает в прежнее положение. Или же, как апостол Павел говорит о каких-то людях. Это могут быть самые разные люди. Это могут быть ваши собственные дети, которые вот в такой сопротивлении. И мне часто приходится соприкасаться с людьми, которые буквально недавно говорил с одним очень хорошим человеком, хороший служитель, который любит Господа. И у него вот дети подросли, и все послушные. А с Богом ничего вообще не хотят иметь. И вы можете представить себе, какое мучение души этого человека. То есть вот это все самые разные формы. То есть когда мы говорим, если ты хочешь в реальности оказывать духовное влияние, ты будешь страдать. Ты будешь страдать. Вот если бы этому пастору были безразличны его дети, он бы не страдал. Он бы просто жив, ну хорошо, послушно, и слава Богу. А так его душа стенает. Потому что он понимает, что самое ценное, что может быть у детей, это знание Христа. И точно так можно говорить о людях, с кем мы имеем дело. И точно так можно иметь, говорить о нашем служении, о любом служении, которым мы занимаемся. И когда мы видим, что дьявол как-то ограничивает это все. Он противостоит. И это реальность, друзья мои. Вот почему Христос когда-то сказал, в мире будете иметь скорбь. Абсолютно однозначно. И добавляет, «Но мужайтесь, я победил мир». Конец 16 главы Евангелия. То есть в этом природа духовного влияния. Если мы будем оказывать духовное влияние, мы обязательно станем объектом различных атак. Прямых, косвенных, физических, духовных, политических, религиозных, социальных. У дьявола широчайшая палитра. И те, кто серьезно об этом думает, или те, кто серьезно занимается духовной жизнью, вы сможете обнаружить. Вот я смотрю на свою жизнь. В этом году было 30 лет в марте. 30 лет, как меня рукоположили на служение. И я смотрю на свою жизнь, и я вижу, каких только не было вот этих, знаете, перетрубаций. с самых разных сторон. И материальные сложности, и физические, и политические обстоятельства складывались. То есть если мы говорим о людях, которые действительно will make spiritual difference, вот это то, что обязательно будет. Есть четвертая еще деталь здесь, когда мы говорим об основании духовного лидерства. Эта деталь связана с искренностью служения. Апостол не раз пишет, и я хочу привести вам два места, которые очень помогают нам увидеть эту картину ярко. Первая из Фессиологийцев, четвертый, пятый, шестой стихи. Вот, а вторая мы посмотрим во втором послании Коринфянам, четвертой главе. Мы вернемся туда. Давайте посмотрим еще раз, четвертый стих, здесь же вторая глава. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Это очень важные условия духовной жизни, духовного влияния, духовного лидерства вообще. Дело в том, что мы живем в мире, в котором мнение окружающих нас людей для нас что-то значит. Если быть уже более конкретным, мы любим, когда мы нравимся людям. И мы все этого хотим. Если на нас люди не обращают внимания, игнорируют, не замечают, нам плохо от этого. Если о нас говорят плохо, нам еще хуже от этого. Хотя, если посмотреть, ну, вас же не бьют. Вот представьте себе, стоит группа людей, они живо разговаривают друг с другом, и вы подходите к ней, и сразу все замолчали, опустили голову, и вы понимаете, что вас здесь не принимают. У них есть о чем говорить, но без вас. Вот что, смотрите, температура воздуха не повысилась, не понизилась, торнадо не прошло. Вас не побил никто из этих людей. А почему вы чувствуете себя скверно? По простой причине, потому что мы внутри претендуем на то, чтобы люди, которые нас окружают, ну, хотя бы, хотя бы с нами считались по-человечески. Мы, конечно, еще больше хотели бы, чтобы они нас уважали, чтобы они наоборот, когда мы пришли, они все сразу к нам повернулись и спрашивают, ну, как ты, как у тебя жизнь, что у тебя нового, и чему-то бы спросили, а научи меня этому. Вот это вот то, как люди хотели бы жить. То есть, вот эта наша зависимость от людей используется дьяволом как сильнейший инструмент, который блокирует наше духовное влияние. Он блокируется с нескольких сторон. Ну, во-первых, когда мы соприкасаемся с людьми, которые нас не принимают, игнорируют, плохо к нам относятся, мы склонны унывать или раздражаться, обижаться. И заметьте, любая из этих реакций лишает нас духовного влияния. Если мы унываем, если мы обижаемся, если мы раздражаемся, мы допускаем какую-то форму зла, а если ты допустил хоть какую-то форму зла в сердце, твое духовное влияние сразу ограничено. А ты можешь нам говорить, ты можешь интеллектуально влиять, организационно, социально, политически, ты можешь влиять, ты только духовно не сможешь влиять. Потому что наше духовное влияние никогда не может двигаться при наличии какого-то зла в сердце. Что интересно, что происходит чаще всего с нами в подобной ситуации? Когда вот такое происходит, мы внутри фокусируем свой взгляд не на себе и своей реакции, а на людях, которые неправильно, нечестно, может быть, бесчувственно, может быть, вообще агрессивно с нами поступили. И мы прокручиваем это в голове, и мы находим себя правыми. Мы говорим, это же несправедливо, и ты можешь об этом думать, ну, в зависимости от того, насколько ярко это событие, ты можешь об этом думать ночью, или думать неделю, или годами люди об этом. и вот это то, что нужно делать. Все справедливо, да, действительно, тебе кажется, ты думаешь справедливо, они с тобой поступили негодно. Проблема только в том, что ты на все это время, твой внутренний мир заблокирован горечью. И ты в данной точке не сможешь влиять ни на этих людей, ни на кого другого. Вот почему для апостола было очень важно эта истина. Очень важно. Посмотрите еще раз на эти стихи. Ну, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Так мы и говорим, угождая не человеку, но Богу. испытывающему сердца наши. Очень важная деталь. Вы встречались с людьми, которые неверно истолковывают ваши мотивации? А ты хотел доброго, а тебя восприняли как какого-то врага. Бывало такое у вас, да? Потому что это вообще порочный круг, когда мы живем, стремясь угодить людям. Нет, конечно же, мы скажем о себе, не-не, мне все равно, но я не человекоугодник. Но проверьте, вы это можете очень легко. Вы сделали кому-то добро, и этот человек за добро отплатил вам зло, и вы обнаружите сразу, что вы в действительности зависите от его реакции. очень просто проверить. И как бы вы ни говорили, что вы не зависите от людей, когда о вас говорят плохо, и это вас как-то касается, это говорит о том, что вы зависите. Это абсолютный факт. Посмотрите, он отмечает здесь, еще раз посмотрите на это слово. но Богу, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца. Для него это очень важно, что я перед Богом хожу. И Бог точно знает мою мотивацию. И Бог точно знает меня, и где я есть, и кто я, и вообще, что происходит. Вот без этого духовного влияния нет. И он продолжает, посмотрите 5 стих, «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Корость – это когда мне от вас что-то нужно. И тогда я свое влияние подстраиваю так, чтобы мне от вас что-то получить. Уважение, возможно, хорошее мнение обо мне. Чтобы я уехал отсюда, а вы сказали, вот какой хороший Алексей. Но это не только мне, это каждому из нас. Мы все находимся в рабстве, вот в этих цепях нашего собственного Я. Или точнее, дьявол использует нашу греховность, первородный грех, у которого есть эта постоянная тенденция, для того, чтобы держать нас в рабстве. И вот для того, чтобы я мог здесь перед вами говорить свободно, для того, чтобы я мог иметь духовное влияние нечеловеческое, мне нужно быть совершенно безразличным к тому, что вы обо мне подумаете. Или если я буду... Есть две реакции. Одна реакция, когда вы плохо обо мне говорите, или думаете. Другая реакция, когда вы хорошо обо мне говорите. Я тогда начинаю думать о себе, вот какой я хороший. Вот как в действительности у меня есть способность. И это точно в такой же степени блокирует духовное влияние, как и моя реакция обида или раздражения на то, что негативное обо мне говорит. Вот почему еще раз посмотрите, он говорит, не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Опять-таки, это не просто Павел делает, чтобы быть благородным человеком, чтобы быть вот таким, действительно, ну достойным хороших оценок. Нет, он это делает, потому что он не может по-другому. Если по-другому будет, духовного влияния не будет. И это, как я уже сказал, очень важно, потому что вариантов в зависимости от людей тысячи. Тысячи у каждого из нас, в каждой ситуации, в которой мы находимся, тысячи вариантов. И дьявол вместе со своим штабом активно, постоянно разрабатывает те варианты, которые именно нас заблокируют. Для вас у него свои есть. для каждого. Для каждого человека активно разрабатывает те варианты, которые каким-то образом поставят его в зависимость от мнения людей. Посмотрите в другое место. Еще раз, 4 глава 2 Коринфяна, мы уже были там. Я хочу теперь прочитать сначала два стиха. Первый стих. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». То есть, заметьте, он говорит о своем подходе и описывает, что он основан на том, чтобы не прибегать хитрости, не искажать Слово Божие, а открывать истину и дальше говорит, представляя себе совести всякого человека перед Богом. Вот это вот описание абсолютно искреннего подхода в служении. То есть, он в служении не ищет ничего своего, ставя перед собой главную задачу открыть людям истину, показывая себя таким, какой он есть. Вот это моя жизнь, это вот тот, кто я есть. Это я не влияю здесь. Вы должны сегодня, или я хочу, чтобы вы последовали за Христом не потому, что я такой хороший, не потому, что это я вам говорю. Есть одна единственная причина, потому что Христос намного лучше, чем что-либо, что вы можете иметь в жизни. Есть еще одно место очень важное, это вторая книга царств. Я напомню его вам просто, 22 глава, там Бог говорит, вернее, пророк говорит очень важные слова, он говорит 26 стих, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренность чистым чисто, а с лукавым полукавствую». Это еще один очень важный такой элемент, когда мы говорим о нашем влиянии на тех, кто окружает нас. Вот посмотрите, никто из нас не может гарантировать, что мы на данном этапе абсолютно точно понимаем истину. Не можем. Никто из нас не может гарантировать, что я на данном этапе абсолютно чист, у меня нет ничего в моем разуме, что было бы не так перед Богом. Иначе тогда здесь бы ангелы занимали всеми этими. Я вернусь к этой нашей группе, братья, с которыми мы здесь путешествуем сейчас по восточному побережью. И мы изучали разных людей. Джонатан Эдвард, Дуайт Муди. Мы говорили даже за такого странного проповедника, как Чарльз Финей. Мы говорили за современных проповедников Джон Маккартур, Джон Пайпер. Мы говорили за Тима Келлера. Мы заехали в его церковь, были в Нью-Йорк и сейчас. Вот говорили о нескольких других менее известных именах, которые сегодня. И вот когда мы говорили о всех этих людях, мы говорили, мы пытались проанализировать, вот это у него было правильно в его позиции, а вот здесь он где-то немножко накосячил. А здесь акценты неправильно расставлены. И когда мы смотрим на всех этих людей, мы видим одну вещь. Бог их использовал, несмотря на это. Бог их использовал. И продолжает использовать. И он их использовал не потому, что они абсолютно безгрешны. Точно так же, как и вас может использовать для влияния на ваших детей и влияния на людей, которые вокруг вас. И одним из главных элементов, почему Бог их использовал, было то, что они искренне служили Бога. Чего-то не догоняя, что-то открыв впоследствии. Где-то через время уточнив позиции. Но они действительно искали Божьего. И вот когда человек ищет Божьего, вот здесь вот эти слова с мужем искренне, искренне. Я думаю, это очень важная деталь, потому что я знаю, что у многих родителей, у многих христиан вообще возникает такое чувство неполноценности, комплекс постоянной неполноценности, потому что мы видим, что мы не дотягиваем. Мы видим, что вот знаю я не так точно, как знает Алексей Прокопенко. Как молюсь я не так много, как когда-то Джордж Мюллер молился. Что евангелизирую я не так сильно, как Александр Калинский это делает. И так далее. люди склонны жить с этим чувством «А как же меня Господь будет использовать?» Так вот, даже если вы сейчас научитесь молиться как Джордж Мюллер и евангелизировать как Калинский и знать греческие глаголы как Прокопенко, что в общем-то невозможно. Но если бы вы научились этому всему, у вас все равно что-то будет недоставать. Это точно что-то будет недоставать. И вот почему мы можем искренне служа Богу полагаться на Его благодать. Итак, еще раз давайте посмотрим четыре элемента, из которых составляется основание духовного лидерства. Это личное глубокое знание Бога, это сердечное восприятие Евангелия, так что мы движимы им, оно нас восхищает, оно является нашей мотивацией. Это готовность к тому, что мы встретимся с трудностями, у нас будет противостояние обязательно, в какой-то форме. Я как-то поймал себя на мысль, что ты думаешь, что сейчас вот этим разгребемся, и тогда будет легче. С этим разгреблись, приходит что-то другое. Это жизнь, вот почему, кстати, очень важная деталь, еще христиане живут ожиданием неба. Потому что на небе не будет вот этого противостояния, а здесь оно всегда будет в какой-то форме. И четвертое, это наше искреннее желание угодить Богу. Не людям, а Богу. Хорошо, теперь у нас осталось несколько минут для того, чтобы посмотреть на вторую нашу часть, я ее назвал методы или инструменты духовного лидерства. Посмотрим на них, продолжил вот исследование этого, этих двух посланий, мы говорили, вернее, мы коснемся еще третьего, мы его уже задрагивали, первого послания к Эмфинам, вот, и Фессалоникицам. И я бы хотел бы отметить два основных инструмента, которые могут сыграть конструктивную, действенную роль в нашей с вами жизни, в наших попытках оказывать духовное влияние. Их два, я их сразу назову, и мы посмотрим теперь несколько текстов, чтобы мы могли это увидеть. Самое первое, это сила Святого Духа, и второе, плоды Святого Духа. что вполне естественно, когда мы говорим о духовном влиянии, о духовном лидерстве, то это, конечно же, может быть осуществлено только Духом. Я хочу вас пригласить в первое послание к Эмфинам, мы читали из третьей главы, давайте посмотрим сейчас на вторую главу. Вторая глава первого послания к Эмфинам, здесь мы видим несколько интересных таких деталей, которые помогают нам увидеть истинную причину духовного влияния, влиятельной жизни. Апостол пишет следующее, с самого начала мечты. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятых. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Я немножко напомню о контекст, как было написано это послание. В церкви в Коринфе, после того, как апостол Павел провел там 18 месяцев, в этой церкви возникли разногласия, возникли разделения, и эти разделения, они имели несколько граней, там было много проблем, там были проблемы во взаимоотношениях, когда один христианин, он тащил другого в суд, для того, чтобы имущественные споры решать, у них были какие-то теологические сложности, целый ряд вопросов апостол Павел затрагивает, включая даже некоторые, кто отвергал воскресение, вот, у них были нравственные вопросы, помните, там сказано о блуде, который был в среде этих людей, но самой яркой проблемой, которая была во всем этом, это была проблема фракций, то есть возникли группировки, и они фокусировались или связывались с тем, что эти люди собирались по их объединяли преференции во вкусах по отношению к духовным лидерам, которые были тогда. И он перечисляет несколько таких группировок, были те, кто для кого самым высшим авторитетом был Павел, были те, кто очень был впечатлен служением Аполлоса, были те, кому очень сильно нравился Петр, Кифа. И вот эти три группировки, там он еще одну называет людей, которые говорили, а я Христов, но это особо духовные были. То есть вот эти группировки, они были построены на человеческой стороне служения этих людей. Вот у апостола Павла были свои особенности в его служении. Точно так, как были особенности у Петра и у Аполлоса. И вот люди фокусировались и говорили о том, что ну вот Аполлос это в действительности самоеэффективное. А кто-то нет, Петр, он там был в начале в Иерусалиме, он ходил со Христом. А кто-то говорит, не, ну так, как говорит апостол Павел. И вот когда он все это видит, он приходит туда для того, чтобы разрешить эту проблему, заметьте, он не анализирует здесь, вы знаете, у Аполлоса вот это хорошо, но в этом у него недостаток. А у Петра вот это неплохо, ну здесь он где-то прослабляет. У меня тоже есть свои сильные, свои слабые стороны. Он не говорит об этом. Он подходит к совершенно, под совершенно другим углом. Он подходит и говорит так, давайте еще раз посмотрим на эти первые стихи второй главы. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Теперь посмотрите третья глава, шестой стих. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий или взращивающий. То есть апостол Павел очень ясно понимал, что реальная сила, которая изменяет душу, она приходит не от него, а от Бога. И поэтому он видит себя всего лишь инструментом или сосудом, несовершенным причем. Сосудом, который Бог соблагоизволил использовать для того, чтобы силой Святого Духа возродить или изменять душу. И вот это реальность, которую нам нужно понимать. Это реальность, которая радикально изменит или изменяет наши подходы. Ну, во всяком случае, чем больше вы понимаете, что сила, которая изменит людей, которые вы хотите, чтобы изменились. Давайте вы им говорите, ваших детей, вашего мужа, вашу жену, вы соприкасаетесь с какими-то вещами, которые действительно должны измениться. Правильно, действительности должны измениться. Вот когда вы понимаете, что это может сделать только Божий Дух, тогда ваш подход к попыткам влиять на этого человека будет совершенно другой. Я думаю, две вещи происходят в это время. Первое. Мы внимательно стараемся позаботиться о том, чтобы мы своим поведением не нарушили, не стали препятствием к действию Божьего Духа. это первое. И второе, мы будем много молиться об этом. Я хочу вам показать один текст, где это очень ярко показано. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Помните, речь идет о влиянии мужа на жену. Здесь очень интересно, начинается этот стих со слова «также». Я хочу вам показать, что это «также» относится к тому, что выше. Посмотрите, первый стих этой главы тоже начинается со слова «также». Когда Петр говорит к женам и говорит к мужьям, он хочет показать что-то, что он только что объяснил в Иисусе Христе. Вот последние стихи второй главы говорят о Христе. И послушайте, что сказано о Христе, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны», я говорю о второй главе, «к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Мы говорили о страданиях только что. Это реально, реальность, в которой жил Христос. «Он не сделал никакого греха и не было лезть в устах Его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному». То есть, когда он соприкасался с проявлением зла по отношению к нему, он вместо того, чтобы мстить или угрожать как-то, он отдавал весь этот суд судьи, который все поставит когда-то на место, и он в это время занимался вот чем. Посмотрите. Он грехи наши вознес телом свои на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Теперь смотрите, 7 стих 3 главы. «Так же и вы мужья, вот так же, как Христос. Так же и вы мужья». И дальше говорит о четырех конкретных действиях, которые он ожидает от мужей. Очень интересно. Первое. Обращайтесь благоразумно с женами в русском переводе. Слышали, наверное, что более точный перевод это слово «относитесь к женам с пониманием». Это первое. Второе. «Как с немощнейшим сосудом», то есть осторожны, будьте осторожны, а не хрупки. Третье. «Оказывай им честь, как сонаследницам благодатной жизни», то есть не унижайте их, не ставьте себя выше. Но заметьте четвертое. «Чтобы не было вам препятствия в молитвах». Это очень важная деталь. Мужья – это то, что касается вас или нас всех. Хотя к женам то же самое, только немножко другими словами Петр говорит. Смысл вот какой. Поменять вашего мужа может только Святой Дух, только Бог. А все, что нужно нам, нам нужно, вот первые три, говорят, как не мешать Святому Духу делать это. Относитесь с пониманием, относитесь с осторожностью, как с немощнейшим сосудом. Третье. Оказывайте честь, то есть не унижайте, не ставьте себя выше. За них тоже умер Христос. И четвертое. Молитесь, тогда у вас не будет препятствия молитвы. И Господь тогда будет изменять. Вот это очень яркий пример, чтобы объяснить первое, что нам нужно делать. Если ты понимаешь, что сила Святого Духа только изменяет, то тогда ты будешь заботиться о том, как бы ты с своей жизнью, своим отношением не стал препятствием для действия Святого Духа. И второе, ты будешь много молиться об этом. Но здесь есть еще один элемент, я хотел бы немножко на нем остановиться перед тем, как мы помолимся и пойдем на обед. Это плоды Святого Духа. Это очень интересно, когда мы говорим о том, что вот чем мы можем мешать Божьему Духу действовать через нас. В принципе, задача каждого христианина заключается в том, чтобы, придя ко Христу, иметь гармонию с Богом в таком смысле, в такой степени, чтобы Он, действуя в нашем сердце, через нас принес свой плод. И есть несколько мест, на которые я хотел бы обратить внимание. Посмотрите, пожалуйста, давайте мы на 1-й офисалоникицам, 2-я глава, немножко остановимся, и потом посмотрим еще слова Иисуса Христа. 1-й офисалоникицам апостол Павел пишет 7-й стих, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Ибо вы помните, братья, труд наши, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Заметьте, он говорит о том же самом, он видит ценность Евангелия, он доносит Евангелие, но он доносит его в определенной атмосфере, в определенном состоянии его сердца. Десятый стих, «Свидетели вы и Бог, как святые, праведные, безукоризненные, поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Откройте, пожалуйста, 15 главу Евангелия Иоанна. В Евангелии Иоанна Иисус Христос говорит о полноценной жизни, которую могут иметь верующие люди. Эта полноценная жизнь представлена здесь в виде такой яркой иллюстрации. Это иллюстрация ветви и лозы. Тогда для них очень много было, у этих людей они много видели, как растет виноград. Это была такая реальность, с которой были знакомы все. Скорее всего, все присутствующие здесь видели когда-то в какой-то ситуации лозу, на лозе ветви. И он приводит такую очень яркую иллюстрацию. 5 стих, он говорит «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». По сути дела, для того, чтобы появились плоды винограда, для этого корень должен получить какие-то питательные вещества из почвы. И он должен эти питательные вещества передать посредством сока, движения сока в лозу. Сам ствол винограда. И потом лоза передает это ветви. И на ветви рождается плод. И когда мы смотрим на конкретную гроздь винограда, мы понимаем, что эта гроздь висит вот на этой ветви. Эта ветвь произвела этот плод. Но это невозможно без лозы и корня. То есть это в действительности результат действия корня, лозы и ветви. Это результат движения соков, который наполняет виноград вот этой сочной мякотью, сладкой, сочной, душистой. Он берет это из грязной земли. И теперь Христос говорит «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Мы можем продолжить эту иллюстрацию «Бог, Отец это корень». И он об этом скажет немножко позже. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». то есть он говорит о внутреннем согласии, внутреннем сотрудничестве, внутренней гармонии, когда лоза, вернее ветвь, она получает сок из ветви, только этим живет, и она получает его для того, чтобы принести плод. То есть фактически то, что мы видим в виноградной кисти, это то, что пришло в эту кисть из лозы через ветвь. Дальше он продолжает. Девятый стих, десятый стих. «Кем прославится отец, нет, восьмой сначала, и потом дальше. «Кем прославится отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками?» Дальше говорит, «Как возлюбил меня отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Заметьте, он говорит о движении сока от отца к сыну и к нам. «Возлюбил меня отец, я возлюбил вас, и вам теперь нужно принести вот этот плод любви». Десятый стих говорит еще конкретнее, «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть, он говорит, что это не просто чувство субъективное, трудно измеряемое, он говорит о том, что все это сводится к тому, что «я люблю отца», он немножко ниже говорит, «смотрите, как я соблю заповеди моего отца и пребываю в его любви». То есть, он говорит, моя любовь к отцу выражается в том, что я очень серьезно воспринимаю то, что он мне говорит, и я пребываю в этом, я соблюдаю, я даю этим заповедям движение в моей личности. И вот этим отличается Христос. Христос в совершенной форме послушен отцу, он в совершенной форме гармонирует с отцом. И вот как отец действует в сыне, вот теперь он хочет, чтобы наша жизнь была наполнена его чувствами, его аттитюдс, его отношения. Дальше 11 стих говорит, это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша была совершенной. Вот посмотрите, он же здесь говорит о двух вещах, он говорит о любви, которая от отца к сыну и к нам идет. И он говорит здесь о радости, которую он не упоминает здесь, что он от отца ее получил, но мы очень логично можем это представить. Это радость, которая в сыне, и он хочет ее дать нам, чтобы наше сердце было наполнено его радостью. Теперь посмотрите послание Галата, 5 глава. Послание Галатам в 5 главе апостол говорит об этом же самом. Только он немножечко ярче представляет эту картину. в 17 стихе он говорит, ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся. То есть мы верующие люди, мы способны генерировать плод плоти. Вот. В 16 стихе он говорит, поступайте по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. Дальше говорит 19 стих, дела плоти известны, приводит целый ряд здесь, смотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласия, соблазны, ереси. Вот. Теперь 22 стих. Плот же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот. Когда мы говорим о том, что нам нужно стать проводниками действия Божьего, речь идет именно об этом. Мы не можем, как мы уже говорили в первом пункте, мы не можем изменить душу другого человека ни на иоту. У нас нет человеческих инструментов. Бог не оставил какой-то здесь порт, через который мы могли бы подсоединиться и перепрограммировать ум, чувства, отношения. Нету. Хоть как бы мы хотели это сделать. Иногда родители, может быть, очень сильно бы хотели это сделать, чтобы их детки вели себя хорошо. Если бы был бы такой. Но Бог не оставил. Но Бог сделал возможным для нас наполниться Святым Духом. Так что вот плод Духа, о котором здесь говорится, это плод действия Святого Духа в нашем Духе. Когда Он говорит плод же Духа любовь, радость, помните, мы только что об этом говорили в 15 главе Евангелия Иоанна, где Христос говорил о любви, которую от Отца и которую Он им передает. И о радости говорит. И здесь апостол говорит о том же самом. Плод же Духа любовь, радость, только Он дополняет это другими чувствами. Он говорит, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, друзья, это очень важный инструмент духовного влияния, потому что Он имеет многогранное влияние. Ну, во-первых, самое первое Его действие в том, что Он приносит в наше сердце стабильность, несмотря на те бури, которые бушуют вокруг нас. Вот, когда мы говорим плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, мы говорим о том, что нападают на нас дьявол в самой разной форме. Если это будет не физически, значит, какие-то проблемы, это будут экономические, или это будут социальные, политические, relational, то есть люди где-то будут не понимать, то есть обязательно, не может такого быть. И вот если ты ищешь прежде всего того, чтобы для тебя самое важное во всем этом, Господи, помоги, чтобы в моем сердце твой Дух, для тебя это главная задача, чтобы твой Дух производил, продолжал производить во мне способность любить, способность радоваться, способность иметь мир, способность долго терпеть, вы знаете, друзья, я, глядя на свою жизнь, на многочисленные разные испытания, которые мне приходилось самому переживать и взаимодействовать со многими, с тысячами разных верующих людей, я вижу, что вот эта цель, которую Бог преследует в нашей жизни, она постоянно направлена к одной точке. Бог нас помещает в разные обстоятельства, чтобы наш сердечный мир, наша радость, они черпались не из того, что все спокойно, а из того, что есть тот, кто успокаивает в буре. И Он этому нас учит. Почему? Потому что пока мы живем на земле, постоянно будут бурья. Они сегодня меньше, завтра будет больше, сегодня с севера, завтра с юга, с разных сторон, это постоянно будет. Это реальность нашей жизни на земле. И Бог по Своему проведению, очень нежно заботясь о нас, Он ставит нас в обстоятельства, в которых Он снова и снова показывает нам. Ты здесь потерял мир, потому что ты черпал его из стабильной ситуации вокруг, ты черпал его из хороших отношений, ты черпал его из того, что у тебя есть достаточно денег, чтобы прокормить себя и семью на месяц или на год. А теперь, когда нет одного и другого и третьего, и когда нет здоровья, и нет каких-то других обстоятельств, вот тогда реально вскрывается, есть ли плод Духа в моей жизни. Это то, что Господь достигает. Очень интересная деталь, перед тем, как мы помолимся, еще одна интересная деталь, которую мы видим здесь, немножечко ниже, в шестой главе с первого стиха. Посмотрите, в первом стихе он говорит интересную вещь. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такового в духе крутости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вот здесь он говорит о влиянии, он говорит о лидерстве для тех, кто согрешает. Интересно, он говорит о духовном лидерстве. Вы духовные, в данном случае речь не идет о вачманистах, которые просто научились теориям высокой духовности. В данном случае он говорит, вы помните, что апостол писал без разделения на главы и стихи, он продолжает то же самое, что мы только что прочитали в конце пятой главы. Он говорит о плоде духа. Он говорит, вы духовные, то есть те, у кого есть плод духа, вот эти люди духовные. И он говорит, только такие способны помочь другому исправиться. Он подчеркивает, вы духовные исправляйте такового. Дальше подчеркивает за интересную вещь. Он говорит, в духе кротости, при этом наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Смотрите, у нас может быть достаточно любви, радости и мира и доброго отношения к человеку, который ведет себя неправильно, для того, чтобы подойти к нему и поговорить с ним и скротостью объяснить ему, где он неправ. Будь то это ваши дети или брат и сестра в церкви или в какой-то другой, в каком-то другом положении вы находитесь. но очень часто, когда это происходит, мы можем столкнуться с тем, что этот человек, вместо того, чтобы принять от нас, он прореагирует в какой-то, с какой-то формой невосприятия. Он может начать спорить и говорить, нет, а это не так. Он может развернуться и показать, а ты сам на себя посмотри. Вот. Или он может каким-то образом кивнуть, но не согласиться внутри. Много можно разных вариантов пережить. Вот почему он предупреждает, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вот, когда вы уже проделали огромный путь и вы приготовили себя и вы пошли и стали говорить и этот человек отвечает вам с какой-то формой неприятия, вот здесь большая опасность спасть в искушение. Большая опасность начать реагировать по плоти. И как только реакция по плоти началась, так духовное влияние закончилось. Итак, мы сейчас помолимся, я хотел еще раз подчеркнуть, что когда мы говорим о духовном влиянии, оно имеет правильное основание, у него есть правильные инструменты. Главным инструментом является сила Святого Духа, как апостол Павел говорит, я пришел и я поставил весь свой фокус на том, чтобы Господь подействовал. Не в силе, не в мудрости, чтобы Господь подействовал и чтобы люди эти ощутили действия Божьего Духа на себе. Это первое очень важное такое. И второе, это плод Святого Духа в нас, который Господь использует для того, чтобы мы не мешали Ему достигать Его цели изменения людей и их жизни, тех, кто окружает нас. Мы сейчас помолимся, я бы хотел попросить Геннадия, брат, помолись, пожалуйста, за всех нас, помолись за вот эту очень важную тему, чтобы Господь дал силу своего Духа. Геннадия.